Маленькие щрёночки Метиконикс Вылупляется. Очень лениво. Ушла попить кофе, а он уже вылез. О, какой Орео-Орео! Вот он молодец какой. Чудесный малыш. Отдай нам свою скорлупочку. Ну и второе яйцо, я надеюсь, в течение парочки дней тоже вылупится. Это вроде как девочка. Сейчас мы её пересадим. Какой у тебя там бузик? Ой! Ты чего заваливаешься? Да ты не бойся! Не падай! Вот так. Ну а вот это тоже скоро начнёт. Вон там проплешинки такие. Будем ждать. Малышка не понимает, что происходит. Ну вот он и второй малыш лезет. Малышка не понимает, что происходит. Ой, ты чего это? Фокусируйся. Такой маленький. Красивенький. Сидеть. Они сначала прорезаются носиком. Носик торчит какое-то время из яйца. Они сушат лёгкие, научатся дышать. Потом ещё чуть-чуть вылезают и желточек, который находится у них внутри яйца, потихоньку через пуповинку втягивается у них в пузико, чтобы какое-то время у них был запас питательных веществ. Вот. И вот сейчас, в данный момент, он лежит как раз и втягивает этот желточек. Если его раньше достать, испугнуть, и желточек останется где-то там, то у него могут быть проблемы с ростом, с запасом питательных веществ и так далее. Поэтому надо очень аккуратно ждать, пока они сами не вылезут. Вот прямо помогать им нельзя в этих моментах. Вот. У боненоидов сразу они прямо выбегают из яиц, а йоглефары и гематикониксы очень долго это делают. Вот так вот постепенно. Ой. Надо, говорит, выходить уже. Ну ещё пять минуточек скажу. В Shoulder у вас внезапно лучше. В Пусть. У! Выщем больше. В спросе. О! В сихи. В microscopите, В сихи. В сихи. В сихи. В сихи. В сихи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо тебе, кстати, отсюда перенести уже... Давай, ножки только остались... Молодец... Вот такая вот креветка... Давай-ка переезжать... Ну вот, у них разница вылупления всего там примерно часа четыре... Они обычно как там полтора-два дня... Вот она первая... Вот она вторая... А вот это их старшая сестра... Одна из двух... Вот так она выглядит... На три недельки где-то старше... Можно маму показать ещё... Это выкидываем... Скорлупки у их... Яиц не... Хрупкие, как у птичек... А такие, как кожистая такая оболочка... Как будто у них нету кальциевой такой... Оболочки сверху... Как будто такие... Резиновенькие... Вот... Ну всё, малыши теперь будут отдыхать... А я покажу их маму... Вот так их мама выглядит... Она сейчас линять собирается... Поэтому... Такая немножечко сероватая... Оно ещё, конечно, тут из-за подсветки... Вот, это морфа Орео... Которая подразумевает наличие белого... И тёмного цветов, как у печенек Орео... Вот... Достаточно редкая морфа... Ну, уже, конечно, в России она распространяется... Но всё равно её получить... Не очень просто... И не у всех... Такие есть... Вот эта девочка... Приехала из Германии... Год назад... И вот у неё уже дети... Она была маленькой... Маленькой креветочкой тоже... То есть она с выставки... Вот... И стала мамой... У неё всего 4 яйца было... И вот все 4 яйца вылупились... Очень здорово... Я прям очень-очень рада... Вот... Мама и детки... Из-за того, что она с оранжевым цветом... Она как-то синенькая получается... Конечно, к деткам её нельзя... Но она может подумать, что это еда и их съесть... Те эти ящерки детей не воспитывают... Они яйца откладывают, закапывают... И уходят... Больше никогда с ними не встречаются... Ой! Кто там? Кто там? Кто там страшный такой? Прям... Прям... Взмутительно... Говорит... Да? Ой! В глазки светят... Конечно, неприятно... Причём сейчас тебя уберём... А хочу просто твой рисунок показать... И не надо падать... Ну вот всё... Пока! Продолжение следует...